Сегодня на Чебоксарский железнодорожный вокзал люди приходили не только для того, чтобы куда-то уехать или кого-то проводить, но и просто из любопытства. Посмотреть действительно было на что. Заглянула туда и наша съемочная группа. На риторический вопрос, до чего техника дошла, теперь можно ответить – до Чебоксар. Причем не дошла, а доехала. В Чебоксар и прибыл так называемый инновационный поезд. Впрочем, обо всем по порядку. Девять вагонов, буквально нашпигованных макетами, выставочными стендами, образцами новейших разработок российских железных дорог и других компаний, колесят по всей стране уже не первый год. Пожалуй, главная особенность такого вот выставочного комплекса – его мобильность. Кстати, в мире таких больше нет. Поезд создан в 2011 году. Сейчас он уже курсирует около трех с половиной лет. Посетили 350 городов и населенных пунктов. У нас побывало около 400 тысяч человек. То есть поезд большой популярностью пользуется у населения. Вот сейчас мы у вас в Чувашии. Внутри кажется, что находишься не в поезде, а на борту космического корабля, а не только из-за интерьера. Так, скафандр у стенда Роскосмоса самый настоящий. В нем космонавт сенциалами ЛАИ смотрел на Землю из иллюминатора. Здесь же обломок Челябинского метеорита. А вот так, судя по всему, в ближайшем будущем будет выглядеть отделка стен в квартирах россиян. Материал способен передавать свет и изображение. Только вот в отличие от плазменных телевизоров, его можно клеить на стены, как обычные обои. В следующем вагоне технологии, которые призваны спасти экологию планеты. Обычные пластиковые бутылки из-под питьевой воды перерабатывают и делают вот такие вот утеплители. Они абсолютно экологически безопасные, не горят, не плавятся, также не пылят, не осыпаются. Используются для строительства зданий, сооружений определенных для того, чтобы их утеплить. И все же основной акцент в экспозиции поезда сделали на железных дорогах. Кстати, многие разработки уже внедрили в жизнь. Правда, пока за тысячи километров от Чувашии. Здесь представлен макет железнодорожной станции Анапа. Он сейчас уже действует. Обратите внимание, что на крыше, вот то, что показано здесь темным, это не что иное, как солнечные модули, так сказать, солнечные батареи. Они регенерируют, забирают солнечную энергию, превращая ее в электрическую для собственных нужд вокзала. Ну, а сейчас у меня есть возможность почувствовать себя в роли машиниста. Попробуем. Поехали? Поехали. Ручку контроллера медленно переводим вперед. Все, достаточно. Так, и уже, ага. И начинаем движение. Выглядит все очень реалистично. На таких тренажерах учатся будущие машинисты. Кстати, по пути до виртуального вокзала я сделала 11 ошибок. И получила единицу. Попробовать себя в этой роли вы тоже можете. Правда, стоит поторопиться. Пусть музей пробудет в Чебоксарах всего лишь до 11 вечера пятницы. Ольга Пырычкина, Николай Яковлев, Республика. Продолжение следует.